История русской лапты берет начало еще с 14 века. При Петре I этот вид спорта был обязательным элементом подготовки солдат. Сейчас же это доступное удовольствие для каждого. Александр, знаю, что правила лапты достаточно сложны и предлагаю лучше на практике это все сделать. Так что приступим? Давайте поиграем. Если я в домике, значит я должен бить максимально далеко. Поймав мяч, я должен сделать одно – выжить соперника. Если я поймал мяч свечкой, значит наша команда заработала два очка и мы возвращаемся в дом. Нам не повезло с погодой и пришлось играть 3 на 3, хотя классическая игра 8 на 8. Однако даже среди такого количества людей нашлось пару профессионалов, которые выделялись на фоне остальных. Родились в деревне и я всегда играла, играла хорошо, ловила свечки, выбивала, быстро бегала. Ну, надеюсь, что навыки не потеряла. Вообще лапта – это отличная игра. Как говорят борцы, вольная борьба развивает все мышцы, лапта развивает тоже, поэтому играйте в лапту. Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 18 лет. В команде должно быть 8 человек, минимум 2 девушки. Прием заявок до 16 сентября. Все вопросы вы можете задать на почту, которую вы видите на экране. Главный приз турнира – 8 горных велосипедов. Никита Суханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!